Китайская дичь Alligator S5050 Hard Reset на нем сделаем Тряпочку нормальную Чтобы сделать на нем сброс настройку Возможно несколько комбинаций Это может быть плюс и питание Минус и питание Питание зажать на секунду 2 и следом плюс Питание зажать на секунду 2 и следом минус Попробуем плюс и питание Держим две клавиши Конечно Все замечательно Его надо было выключить Будем выключен в состоянии держать две клавиши После того как он включится Питание бросим, а плюс продолжим держать Что-то мне подсказывает Что я просто тупанул, забыл его выключить Итак, поехали Зажмем на нем плюс и питание Две клавиши держим Экран загорится, питание бросим А плюс продолжим держать Держим долго, пока не загорится что-то похожее на рекавери Загорелся зеленый робот И надпись команды нет У меня на канале есть полис Называется он полезная Кто связан каким-то образом с моей работой Также с прошивками, с какими-то разблокировками Кому нужны мелкие какие-то помощники, лайфхаки и так далее Рекомендую к просмотру этот полис Там собраны как раз все лайфхаки Вот в том числе Как обойти команды нет Чтобы обойти команды нет Нужно зажать питание Питание сработает вверх Вверх не сработает Питание зажать и коротко нажать вверх Пробуем питание вверх Питание срабатывает Питание зажимаем и коротко нажимаем вверх Это система от случайного зажатия клавиши Здесь у нас, к нашему сожалению, не пишется, какой у нас Android, но вы должны знать, на Android 5.1 и выше перед любыми сбросами и прошивками необходимо выходить из учетной записи Google, меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками удалить аккаунт. Если этого не сделать, после сброса левой прошивки он будет просить старую учетную запись и паролит на нее. На канале есть по листу FRP Google, возможно вы там найдете для себя решение, но лучше с этим не связываться. Опускаемся вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаем питание. Если питание не сработает, то вверх. Иногда нужно использовать нижний сенсорный клавиш, потому что китайская дичь никогда не предсказуема, всегда не предсказуема точнее. Здесь у нас куча строчек No. Это опять же система от случайного зажатия клавиш. Я выберу любую строчку No, потому что нет необходимости его сбрасывать. Вы выбираете строчку Yes, Delete, All User Data. Выбираем ее кнопкой питания, либо кнопкой громкости вверх. Он начнет у вас делать сброс. Внизу побегут строчки. Последней строчкой будет Data Vibe Complete. Это будет означать успешное окончание сброса. После того, как он все сделает, он перебросит вас в предыдущее меню в самой рекавери, с которого вы начали. А в нем выбираете первую строчку Reboot System Now, чтобы его перезагрузить. Повердаун, чтобы выключить. Вот он, повердаун. Ребут System Now его перезагружает, повердаун выключает. Помним, значит, несколько моментов. Первый, про гуглскую учетную запись. Я вам сказал, что это архиважно. Чтобы с этим не связываться, геморрой этот не ловить. Второе. Если вы сбрасываете графический ключ, еще что-то такое, вы должны знать, что все действия, подобные с краденными найденными ворованными устройствами, это уголовно наказуемое деяние. Если вы это делаете за деньги, это ваша работа. Вы должны с человека, с хозяина брать документы, подтверждающие факт покупки, чек покупки и подобное. Потом, аппарат должен быть заряженным. На разряженном аппарате он мало того, что может не пускать в рекавере, так он еще может прерваться и окерпичиться. То же самое, как и при прошивке. И при сбросах при прошивке ни в коем случае нельзя, чтобы аппарат сел. Поэтому делать это на заряженном аппарате, а лучше вообще делать это на зарядке. Последний момент, что с него все удалится. Все, выбираем. Ребут System Now он пошел перезагружаться. У меня он быстро перезагрузится. У вас дольше обычного 10-15 минут он будет перезагружаться. Оставьте его на столе и не трогайте. Ну а после этого можно пользоваться. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в поле с тем полезное. Попасть можно с главной страницы моего канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok